Надеюсь, слышно и видно мне хорошо. Давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Тема сегодняшнего нашего вебинара – адаптация, практические приемы, как помочь родителям и малышам. У нас с вами начался учебный год новый. Соответственно, группы детских садов пополняются нашими новыми малышами. Дети идут в первый класс, кто-то переходит из класса в класс, кто-то переходит из начальной школы в общую школу. Ну и кто-то просто отвык за три месяца неучебы. Это наши школьники. Они отвыкли от режима, они отвыкли от того, что они должны учиться, что они у нас учатся в школе. И, соответственно, у них у всех происходит адаптация. Наверное, самая сложная группа – это детки наши садовского возраста и дети, которые идут в первый класс. Основной вид деятельности у которых меняется кардинально. Тут мы обращаем особое внимание на них, но и, естественно, другие детки у нас тоже не должны быть обделены вниманием. Поэтому мы с вами сегодня поговорим об адаптации. Мы с вами сегодня поговорим о тех моментах, на которые нам необходимо обратить внимание как педагогам. И необходимо обратить внимание родителей для того, чтобы адаптация прошла как можно более мягко. То, что касаемо родителей. Татьяна Викторовна уже сказала, что в вкладке можно скачать презентацию для того, чтобы потом что-то посмотреть, рассмотреть. И во вкладке есть еще буклет. Буклет неподписанный. Вы можете его распечатывать и давать как раздаточный материал для родителей. Либо на стойке, либо как вам удобно его использовать. Если говорить о том, что же такое адаптация, это приспособление. Сложный процесс приспособления организма, которое происходит на разных уровнях. Первый – это физиологический. Это тот уровень, который будет у нас затронут в первую очередь. Потом социальный и психологический. Приспособление организма, опять же, к новому условию социального существования, к новому режиму, оно будет сопровождаться какими-то поведенческими реакциями. Это может быть расстройство сна, расстройство аппетита, нежелание общаться. И наиболее такой острый момент организма, именно вот эта перестройка, она будет у нас происходить в начальный период адаптации. Но этот период у некоторых детей может затянуться. Он может стать намного дольше. И если он затянется по нормам на полгода, это нормально. А если он затягивается дольше, может перейти в дезадаптацию. И это может перевести, опять же, к нарушению здоровья, к нарушению поведения, к нарушению психики ребенка. Здесь мы с вами сегодня будем рассматривать такие моменты. Два направления в изучении проблем адаптации к условиям образовательного учреждения. Будь то дошкольное учреждение, будь то общеобразовательное. Мы с вами сегодня рассмотрим особенности притекания периода адаптации. Как будет притекать этот период, на что необходимо обратить внимание. И какие звоночки, какие маркеры должны нас насторожить. И факторы и механизмы, влияющие на продолжительность и характер адаптации. Что же влияет на нашу адаптацию и как помочь ребенку адаптироваться в образовательном учреждении как можно быстрее. Как я уже сказала, что в адаптации понимается приспособление или прилаживание к разным условиям среды. Если говорить о социальной адаптации, это приспособление к условиям новой социальной среды. Один из социально-психологических механизмов социализации личности. Мы все с вами понимаем, что адаптация как никогда важна в социуме. Потому что если ребенок не приспособится к окружающей среде. Если он не поймет, как удобно будет для него действовать с теми или иными окружающими. Будь то взрослыми, будь то взрослыми, будь то дети. Ему будет очень сложно выполнять какие-либо действия. Чтобы избежать осложнений, чтобы адаптация прошла наиболее мягко и быстро. Мы должны с вами помочь ребенку и скорректировать его поведение и сделать так, чтобы ему было легко влиться в детский коллектив. Во время адаптации существует три степени адаптации к детскому саду или же к школе. Это легкая, средняя и тяжелая. Давайте рассмотрим с вами эти степени адаптации. При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение месяца. То есть она длится у нас с вами недолго и она не сильно затрагивает поведение ребенка. Если говорить об аппетите, здесь у нас обычно уже к концу первой недели ребенок, его аппетит становится нормальным. Смотрите, что касаемо аппетита. Многие дети не едят садовскую еду, но при легкой адаптации могут затрагиваться моменты еды и дома. Ребенок может и дома отказываться от еды. В течение месяца это нормально. Ну и то, что он совсем отказывается, но начинает меньше есть. Сон начинает налаживаться через 1-2 недели. При этом ребенок не болеет, острых заболеваний не возникает. У ребенка чаще всего радостное настроение, спокойное эмоциональное состояние. Он активно контактирует со взрослыми, детьми, предметами. Быстро привыкает к новым условиям. Новые взрослые, новое помещение, ну ему не в тягость. Он к этому очень быстро привлекает. Если мы с вами говорим об адаптации, которая является адаптацией средней тяжести. Здесь у нас немножечко все подольше. Сон и аппетит восстанавливаются в среднем месяц. В течение месяца настроение может быть при этом неустойчивое. Эмоциональное состояние ребенка, оно нестабильно. Если появляется какой-либо даже легкий новый раздражитель, ну такой не сильный, то тут же происходит отрицательная эмоциональная реакция. То есть ребенок может чувствовать себя нормально, у него все может быть хорошо, он может быть там играть. Но какой-то вот такой вот триггер появляется и резкий всплеск, резкая эмоциональная реакция и чаще всего это резкая негативная эмоциональная реакция. Какая-то истерика, слезы и так далее. Однако, если ребенка поддерживает взрослый, то о чем я говорила, что в этот период поддержка взрослых для ребенка очень важна. Ребенок в этот момент, да, при поддержке взрослого, он начинает проявлять познавательную и поведенческую активность и наиболее легко привыкает к новой ситуации. И есть такая категория, это категория детей, у которых происходит адаптация тяжело. Тяжелая адаптация приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. Как многие говорят, да, вот мы пошли в сад, мы там подхватили то-то, то-то, то-то. За счет того, что адаптация у ребенка может происходить в тяжелой форме, иммунитет ребенка на этом фоне ослабевает и выходит наша психосоматика. То есть, естественно, ребенок не может хорошо адаптироваться к окружающей среде, и его организм решает болеть. Это могут быть и длительные заболевания, это могут быть, как многие говорят, вот два дня мы в сад походили, а две недели на больничном. Это тоже может быть следствием адаптационного периода. Здесь, кроме длительных наших заболеваний, кроме наших длительных, кроме тяжелых заболеваний, у ребенка начинают преобладать агрессивно-разрушительные реакции. То есть, он в игрушки не играет, он может ломать свои какие-то там игрушки, или же может ломать игрушки детей, которые находятся в саду, он может агрессировать и на предметы мебели, которые находятся там в классе и так далее. Здесь направлены такие могут быть реакции на выход из ситуации, допустим, двигательный процесс. Это может быть резкая истерика или же агрессивные действия. Или же наоборот, это может быть пассивность такая. Ребенок может быть частично обездвижен, он не хочет двигаться, он не хочет ничего делать. А также может быть активное эмоциональное состояние, это плач, крик, либо, как я уже сказала, менее выраженные отрицательные реакции, это может быть тихий плач, ныканье, пассивное подчинение. То есть, ну, как бы, ребенок такой полуробот, который двигается и делает только то, что интересно ему. Также адаптации можно поделить на несколько стилей. Это творческий стиль. Здесь человек старается активно изменять условия среды, приспосабливая ее к себе, таким образом приспосабливается сам. Но это о том, что вокруг себя мы создаем определенные условия, определенный комфорт и, как бы, внешний, окружающий мир подстраиваем под себя. А также комфортный стиль, прошу прощения, когда человек просто привыкает, да, ну, вот, так есть, так есть, плывем по течению, да, вот, просто сказано вот так, значит, вот так. Он принимает все требования, все обстоятельства среды, ничего не меняет, его все так устраивает. И третий – это избегающий стиль. Когда человек пытается игнорировать требования среды, не хочет или не может приспосабливаться к ним. То есть мы избегаем, мы прячемся в нашу шкару. Давайте выделим, на что необходимо обратить внимание, да, факторы, от которых зависит течение адаптационного периода. И немножечко позже мы с вами поговорим об реакции детей на разных возрастных этапах, касаемо адаптации. Что же влияет у нас на нашу адаптацию? В первую очередь это возраст. Чем, ну, здесь нельзя говорить, да, чем старше или младше. Чем мы лучше попадаем в сенситивный период, именно момент адаптации, тем легче она у нас проходит. Следующее – состояние здоровья. Мы все с вами понимаем, да, что если ребенок болеющий, если состояние здоровья у нас не совсем хорошее, то, естественно, ресурсы, естественно, сил на адаптацию у ребенка будет уходить, во-первых, больше, да, и их меньше откуда взять, да, неоткуда, можно сказать, взять, если у ребенка не совсем хорошее состояние здоровья. Следующий момент – уровень развития. Чем выше у нас уровень развития, тем легче ребенок будет у нас приспосабливаться к окружающей среде, да, тем больше вариантов выхода из той или иной ситуации у него уже будет. Больше этих ситуаций он принимал, и больше ситуаций он проходил. Естественно, если он проходил ту или иную ситуацию уже несколько раз, или хотя бы один раз, то, естественно, адаптация у нас будет проходить лучше. Следующий момент – это умение общаться со взрослыми и с верстниками. Чем социализирование ребенок, чем больше у него практики в этом общении, тем легче ему будет, опять же, общаться, потому что у него уже есть определенные планы, у него уже есть определенные схемы поведения, да, он уже был в тех или иных ситуациях, соответственно, ему будет легче адаптироваться к детскому саду или школе. Почему многие говорят, что, вот, допустим, один ребенок ходил в детский сад, но при этом ему сложно в социуме, да, а другой ребенок не ходил в детский сад, но при этом он имел возможность общения со взрослыми и со сверстниками, да, будь то это большая семья, будь то это, ну, семья с друзьями, где дети его же возраста есть, да, здесь именно вот этот момент социализации, он не обязательно должен происходить в детском саду, да, он может происходить где угодно, главное, чтобы ребенок мог проигрывать, ну, не проигрывать, а проходить те или иные ситуации. И не, как бы, не обязательно, что если ребенок не ходил в детский сад, ему будет сложно социализироваться в школе. И точно так же не обязательно, что если ребенок посещал, да, школьное образовательное учреждение, если ребенок ходил на такие всевозможные там развивашки, на всевозможные курсы, кружки, и опять же это не даст вам стопроцентной гарантии, что ребенок успешно социализируется в школе. А также сформированность предметной и игровой деятельности. Сейчас, к сожалению, очень мало детей, вы, наверное, тоже заметили, если заметили этот момент, можете тоже нажать на огонечек, то, что дети у нас очень мало играют. Играют именно предметная деятельность, да, вот вижу, реакция пошла. Именно мало детей, которые играют предметами, а не в наши гаджеты, да. Наверное, у нас сейчас прям повально все, мы увидим детей с телефонами, с планшетами. К сожалению, очень мало детей, которые играют в обычные игры, не компьютерные или там на телефоне. А также следующий момент, который тоже очень важен, это приближенность домашнего режима к режиму детского сада или же к школьному режиму. Смотрите, какой тут момент. Почему? Ребенок привык жить по определенному режиму, да, там, допустим, встаем мы там в 7 утра, спать ложимся мы в 9 утра. Этот режим наиболее приближен к режиму детского сада, да, и если у нас там сон, в то же время, когда у нас сон в детском саду. Здесь ребенку не нужно тратить свои силы, все мы это с вами понимаем, не нужно тратить свои силы на то, чтобы перестроиться, еще перестроить свою физиологию, да. Тут у нас идет по накатанной, мы еще плюс добавляем включение в детский сад, и ребенку легче перестроиться. Если же мы берем и меняем сначала, вместе с тем, что мы ребенка отводим в детский сад, да, у него новая социальная среда, мы еще и меняем ему режим. Здесь как бы такой, можно сказать, двойной стресс, и здесь, опять же, мы вызываем двойную нагрузку. Вот, это то, на что необходимо обращать внимание, да, какие же еще причины тяжелой адаптации, что у нас тянет ребенка как бы назад. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. Это то, о чем я только что сказала, да, если мы, допустим, кладем ребенка спать там в 12 ночи, а в 7 или в 6 ему нужно уже встать в детский сад, естественно, он будет не выспавшийся, ему будет физиологически плохо, а мы его еще и в сад потащим. Следующее, наличие у ребенка своеобразных привычек, да, которые невозможны в детском саду, да, это могут быть там, допустим, укачивание мамы, на сон. Естественно, мы все с вами понимаем, что в детском саду мама не может приходить и укачивать. Или там, ну, еще какие-то определенные такие ритуальные моменты, которые невозможно выполнить в детском саду. Следующее, неумение занять себя играми и игрушками, то есть неумение играть со сверстниками и неумение играть одному. Это тоже может стать большой проблемой, потому что в детском саду ребенок будет ждать того, что с ним будут играть, а самостоятельно он играть не сможет. Следующее, несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. Ну, здесь мы с вами все понимаем, да, что если ребенок, эти навыки у него не сформированы, то влиться в коллектив ему будет немножко сложнее. И также отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. Это то, что я говорила ранее, да, не обязательно получать этот опыт общения в образовательном учреждении. Этот опыт общения мы с вами можем получить в семье. Этот опыт общения мы можем получить с близкими семьи. И этот момент мы с вами можем тоже отследить. Прошу прощения, отвлеклась немножечко на чат. И давайте посмотрим с вами, как же реагируют дети на тех или иных возрастных этапах. Мы начнем с вами с самого начала, чтобы понимать, да, на каком этапе мы с вами должны... Вера, слайд не переключался тогда. Мы с вами должны просмотреть, да, как же ведет себя малыш, ну, начиная с малышкового возраста, да, и как у нас ведет ребенок по мере взросления. Что же мы с вами можем... На каком возрастном этапе мы с вами можем подключать наших незнакомых взрослых для того, чтобы ребенок наиболее мягко включался и в нашу образовательную среду. Характер поведения в адаптационный период, как я уже говорила, да, зависит от возраста детей. До полугода они сравнительно легко переносят перемену. Объясняется это тем, что ребенка динамические стереотипы поведения находятся в стадии становления. Но дети 5-6 месяцев тяжело адаптируются в случае, если нарушается способ вскармливания и также изменяется температура в помещении. То есть, если дети у нас до полугода чувствуют именно изменение физиологических моментов, то есть, не в то время или не тем его покормили, или же ему дискомфортно по поводу того, ну, холодно или жарко. Что касается более старших детей, дети в возрасте 6-9 месяцев, они болезненно реагируют на разрушение привычек, как сосание соски, пустышки, укачивание перед сном или же длительное пребывание на руках взрослых. То есть, если мы хотим отучить там от укачивания, если мы хотим отучить пустышки, как многие говорят, приучим ребенка к рукам, то лучше в возрасте от 6 до 9 месяцев это не делать. Кстати, по поводу того, ладно, не будем об этом. Следующий момент – это дети в возрасте 10 месяцев до полутора лет. Что касаемо, сейчас такое небольшое отступление, первый год жизни является годом, периодом базового доверия к миру. Если ребенок на этом этапе, то есть до года не сформировал доверие к миру, если у него были там моменты, вот, как я уже сказала, нарушения, да, допустим, резкая смена моментов скармливания, да, либо же там отучение от соски пустышки или какие-то резкие эмоциональные переключения, первый год жизни является основным и моментом базового доверия к миру. Если перейдем к нашим 10 месяцам до полутора лет, да, трудно переносить расставание с близкими, они отказываются от контакта с незнакомыми, с злостными детьми, как многие говорят, да, раньше он так не реагировал на взрослого, а тут он вот прям никому не идет. Это такой период, сон их становится прерывистым и беспокойным, может происходить регресс сна, да, может нарушаться аппетит, он может отказываться от кормления и даже до рвотных позывов. Разрушаются ранее приобретенные привычки. Допустим, если ребенок ранее ходил на горшок, может пойти регресс. Речь тоже может быть с регрессом, она может затормаживаться, может пропасть вообще. Встречаются случаи, когда дети, начинающие ходить в домашних условиях, да, они уже ходили, и если именно в этот момент для него адаптация происходит тяжело, он может перейти на ползание. То есть ребенок ходил, все было хорошо, его отдают в детский сад, ну, в ясли, и в этот момент может происходить регресс. То есть ребенок может начать ползать и отказываться ходить. Можно также увидеть такие изменения, да, как повышение температуры, расстройство желудка, опять же рвота. У меня на консультации был ребенок, у которого реально в детском саду начиналась рвота, и это переходило уже в такую тяжелую стадию. Даже уже когда у ребенка там спрашивали что-то про сад, он там, ну, это был старший, не полуторгодовалый ребенок, это был почти 4-х лет, когда у него спрашивали что-то про сад, у него тоже начинался рвотный рефлекс. А также может у более маленьких детей, да, изменение цвета кожного покрова. Ну, как я уже говорила, да, существует также группа детей по характеру, различию в поведении и потребности общения. Мы все с вами понимаем, да, что мы разные по тому, сколько нам нужно общения. Наверное, каждый родитель знает своего ребенка, и именно этим он может помочь воспитателю и помочь самому ребенку включиться в жизнь, включиться в деятельность детского сада. Существует три группы, да, первая это дети, у которых преобладает потребность в общении с близкими взрослыми, они переживают очень сильно, когда расстаются с ними, они много плачут. И если в норме, да, незатяжной адаптационный период длится от 2 до 3 месяцев. Опять же скажу о том моменте, что адаптация у детей может происходить до полугода в норме. Да, она затяжная, но если ребенок не адаптировался за месяц, то не стоит бить тревогу. Но если уже адаптационные вот эти моменты не проходят через полгода, тогда стоит задуматься, да, и ждать года там не нужно. Нужно смотреть в корень проблемы, да, и решать с него. Мы с вами тоже об этом сегодня поговорим. Следующая, вторая группа детей, это дети, у которых имеется некоторый опыт общения с незнакомыми людьми, там, допустим, возможно, какие-то развивающие занятия, возможно, большой круг общения на детской площадке, большой круг общения родителей, мамы, папы и так далее. Период адаптации их происходит в 2 этапа и длится от 7 до 3, ну, там, от недели до 3 недель. И третья группа, это дети, которые прям сходу вливаются в детских коллектив, они испытывают потребность в активных самостоятельных действиях, в общении со взрослыми на какие-то познавательные темы, да, это дети, они привыкают, ну, в течение 3-10 дней, обычно, это неделя. А если говорить, да, на что влияет, я уже вам говорила, мы не будем, ну, как бы, проходить по второму разу. Единственный момент, что я не отметила, да, но все мы с вами понимаем, это личностные особенности самого малыша. И важный момент, это уровень тревожности и личностные особенности родителей, особенно на момент адаптации влияет, как бы так сказать, отпускает ли тот важный взрослый для ребенка ребенка в то-то или иное образовательное учреждение. Сейчас поясню свои слова. Смотрите, тот момент, допустим, отпускает ли ребенка, ну, для ребенка мама, чаще всего мама является самым близким человеком, да, к нему. И если в момент адаптации, в момент начала посещения детского сада мама сама эмоционально не может отпустить ребенка, то и ребенку будет намного сложнее пойти в образовательное, ну, там, дошкольное или в общеобразовательное учреждение. То есть, если родители эмоционально не отпускают ребенка, то и ребенок будет хуже адаптироваться. С папами такое происходит немножечко реже. Во-первых, мама у нас эмоциональная, да, и здесь мы с вами говорим о том, что, как многие говорят, вот, он там, ребенок пошел спокойно. Ребенок чаще всего, ну, как бы, ну, не чаще всего, ребенок по большей части до 10 лет считывает очень четко и правильно эмоциональный фон родителя. И если ребенок понимает, что мама спокойна, папа спокоен, все спокойны, то чего тревожится мне, даже если меня там привели в детсакомое место, я должен там чем-то заниматься. Если говорить об эмоциональном профиле, да, что же у нас затрагивается? Как правило, отрицательные эмоции, они встречаются в основном у каждого ребенка, кто адаптируется к новому, к какому-то коллективу. Это может быть еле заметные, или же прям такие сильные эмоции. Следующий страх. Почему возникает у нас страх у детей? Чаще всего это страх неизвестности, то, что ребенок не понимает, что же будет дальше. Он не понимает, что от него хотят, и чувствует в этом опять же скрытую угрозу для своего существования на свете, для того, чтобы у нас был страх как можно меньше. Я в конце скажу, что это будут определенные игры на то, чтобы избежать этого страха. Но здесь для того, чтобы избежать страха, мы даем понять ребенку, что именно никакой скрытой угрозы в нашем образовательном учреждении нет. Мы заранее проговариваем этот момент, что да, тебе может быть страшно, но при этом ты можешь обратиться, во-первых, к взрослым и решить эту проблему через взрослых. Следующий момент – гнев. Наверное, часто вы замечали, что на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев. Он не знает, как по-другому реагировать на ту или иную ситуацию. Он может драться, отстаивать свою правоту в физическом плане. Наверное, часто видели, что в группах, в классах ребенок отстаивает свою правоту, именно агрессируя, применяя драку или что-либо такого подобного плана, какие-то виды агрессии. Это не значит, что ребенок там такой прям агрессор сильный. Он просто не знает, как иначе. А также положительные эмоции – это противовес всем отрицательным эмоциям, эмоциям главных выключателях. Они сравнимы только лишь с рассветом, который говорит о том, что все, наша адаптация начинает подходить к концу. Если вы видите наши вот эти положительные эмоции, обычно в первые дни адаптации положительные эмоции не проявляются. Редко у кого из детей они проявляются. Но когда вы видите, что ребенок начинает положительно реагировать на те или иные ситуации, можно говорить о том, что наша адаптация подходит к концу. Также моменты, на которые необходимо обратить внимание, это социальные контакты. Чаще всего дети у нас идут к трём годам в детский сад. Это первый момент нашей адаптации. Есть, конечно, кто раньше в ясли, но чаще всего это три года. Коммуникабельность ребенка это как бы такой плюс для того, чтобы наша адаптация прошла успешно. однако наша коммуникабельность, когда ребенок попадает в образовательное учреждение, она может сойти на нет. И мы, когда видим на то, что устанавливаются хорошие социальные контакты, мы тоже можем говорить с вами о том, что ребенок уже более хорошо адаптируется. Что касаемо социальных контактов, чем больше до поступления в образовательное учреждение ребенок имел социальных контактов, тем легче будет происходить его адаптация. Потому что у него будет уже несколько как бы паттернов поведения, несколько планов, несколько схем, так называемых, и он уже сможет корректируя, применять эти схемы в общении с другими людьми. А следующий момент, это на что мы обращаем внимание, когда у нас появляется наша познавательная деятельность. Обычно хорошая познавательная деятельность это верный друг всех положительных эмоций, как и они, как правило, прошу прощения, как правило, если адаптация происходит хорошо, то познавательная деятельность появляется очень рано. И, как правило, если адаптация происходит плохо, то познавательная деятельность снижается и угасает на фоне именно вот этих наших стрессовых ситуаций. Какие-либо социальные навыки, я уже говорила, на фоне стресса, долго останавливаться на этом не будем, социальные навыки, особенности речи, на фоне стресса они могут утратить свои как бы наработки, ребенок может перестать там, допустим, какие-то навыки общения, которыми он успешно пользовался дома, он может перестать говорить, словарный запас может стать намного меньше, это все может произойти опять же на фоне стресса. Двигательная активность, здесь ребенок может либо сильно быть заторможенным, либо же наоборот неуправляемым, активным, гиперактивным сносить все и вся. И точно так же сон, сон может отсутствовать вообще вначале, либо уже ребенок может рыдать, плохо засыпать, и такой сон вряд ли можно называть соном, он как Ванька туда-сюда садится ложится. Следующий момент, на что мы с вами обращаем внимание, это аппетит. Чем благоприятнее адаптируется ребенок, тем хуже его аппетит. Аппетит может прошу прощения, чем менее благоприятно, чем больше адаптация, стрессовый момент влияет на ребенка, тем хуже его аппетит. Как я уже сказала, ребенок может объявить гладовку, но и может быть обратный момент, у ребенка может возникнуть волчий аппетит, он будет сметать все, что видит. Чаще всего, это дети с расстройством пищевого поведения, и важно не упустить тот момент, когда либо это просто реакция на стресс, либо же это уже любая реакция на любой стресс, то есть ребенок и в дальнейшем может заедать свои какие-то негативные эмоции, свои проблемы. какие степени тяжести адаптации, почему мы с вами можем, я не буду зачитывать, почему мы с вами можем определить наш момент адаптации, об этом я тоже уже сегодня говорила. Необходимым условием, как я уже говорила, успешной адаптацией является согласованность действий родителей и воспитателей или же педагогов, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и учреждении. Я уже говорила о том, что необходимо, чтобы режим был одинаковый и подходы воспитания тоже были одинаковые. Единое требование родителей, причем родители обоих не так, что если мама сказала нет, пойдем к папе, и если папа сказал нет, пойдем к бабушке. Нет, здесь особенно период адаптации у ребенка не должно быть двойных стандартов. Также тщательный гигиенический уход, правильная организация самостоятельной деятельности и игр, это все создает здоровую обстановку для формирования национального равновешенного поведения детей и успешной адаптации к условиям образовательного учреждения. На что же мы обращаем внимание, что я понимаю в саду 30 детей, но педагог он такой проводник между хорошей адаптацией ребенка и родителями, между тем, чтобы мы с вами могли хорошо включить ребенка в образовательное учреждение. Почему? Если мы с вами понимаем, что если ребенок хорошо адаптировался к образовательному учреждению и нам с вами работать намного легче, чем если у ребенка проблема с адаптацией. Какое же сотрудничество, какие пути, вектора мы с вами должны отметить? Психологическая адаптация родителей к дошкольному учреждению, установление контакта с родителями и с педагогами дошкольного или школьного учреждения. Здесь мы должны с вами предоставить родителю в доступе и ознакомить программу воспитания и обучения. Мы должны с вами рассказать, что же будет у нас, какие формы, как мы с вами будем работать с ребенком. Также мы должны отмечать каждый раз роль родителей в процессе обучения, в процессе коррекции воспитания, подчеркивая значимость в данном процессе. То есть мы должны с вами показать, что родители и их роль очень важна для того, чтобы ребенок успешно адаптировался. Также мы с вами обращаем внимание на психологическую атмосферу в семье и выявление причин, которые могут вызвать сложности в адаптации. И об этом мы с вами тоже должны говорить с родителями, потому что мы должны до них донести тот момент, что именно семья это тот мостик, та стабильность, которая поможет ребенку хорошо адаптироваться. Также изучение интересов семьи. Эти интересы мы с вами можем подключать к образовательному и воспитательному процессу и облегчать себе жизнь тем, что у нас какие-то моменты могут помогать нам родители в организации каких-то вечеров, в организации каких-то мероприятий. И при этом мы с вами подключаем родителей в жизнь образовательного учреждения. Также выяснение состояния здоровья малыша, изучение особенностей его развития. Это наши специалисты могут помочь нам. также помощь родителям в понимании своего малыша. Это наши психологи. Формирование коллектива развитием с учетом возраста их детей. Это не только родительские комитеты, как у нас говорят, по сбору денег. Нет, это должны быть родительские комитеты, которые объединены общими досуговыми мероприятиями. но если необходимо, это естественно делают не наши воспитатели, это коррекционная работа. Будто это коррекционная работа формирования речи, будто это психологическая коррекционная работа, это у нас делают специалисты по тому или иному направлению. смотрите, что же мы с вами на что обращаем внимание, да, и что должен у нас подготовить педагог или же психолог для того, чтобы прийти ребенка в общеобразовательное учреждение. Об этом мы сейчас быстро с вами пройдем. это организация медико-психолого-педагогического сопровождения детей в период их подготовки к адаптации к пребыванию в образовательном учреждении. И здесь мы с вами готовим детей к поступлению в образовательную организацию и уже на этом этапе мы можем прогнозировать адаптацию к ней, изучая знакомость с родителями и знакомость с детьми. Также организация жизнедеятельности детей в период адаптации, контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации и коррекция возникающих нарушений. Если мы с вами говорим об этапах адаптационного периода, здесь у нас первое это острая фаза сопровождается разнообразными колебаниями, чаще всего это в соматическом состоянии, это может привести к снижению веса, к частым заболеваниям, к нарушению сна, к снижению аппетита, как я уже сказала, регистр в речевом развитии, чаще всего это длится один месяц. Следующий момент это подострая фаза, характеризуется адекватным поведением, сдвиги уменьшаются, начинается как бы более лучший выход из этого состояния. фаза длится от 3 до 5 месяцев и фаза компенсации это характеризуется убыстрением темпа развития, дети к концу учебного года уже преодолевают задержку, если она была на фоне именно адаптации. также есть степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода, здесь у нас как я уже говорила, легкая адаптация это когда наше поведение нормализуется в течение двух недель, здесь у нас ребенок соответствует норме, у него нет регресса и он как бы вливается в коллектив довольно-таки легко. Следующий момент это адаптация средней тяжести, здесь у нас около месяца она происходит, здесь может быть однократное заболевание небольшой длительности и уже тяжелая адаптация длится от двух до шести месяцев, ребенок часто болеет, теряет полученные навыки, происходит регресс, здесь мы как бы уже начинаем не то, что прям бить тревогу, но здесь мы с вами более полно включаемся в адаптационный период. Ну вот у меня на слайде это по мнению многих ученых, что оптимальным возрастом для поступления в дошкольное учреждение большинство специалистов, это психологи, воспитатели решают, что 4 года это оптимальный возраст для того, чтобы ребенок включился в дошкольное образовательное учреждение. Какие же причины, да, как я уже сказала, когда мы готовим ребенка к вхождению в детский сад, либо же в школу, мы с вами должны посмотреть те факторы, которые могут негативно повлиять на момент адаптации, на момент включения ребенка в детское образовательное учреждение, на что же должны обратить внимание воспитатели и родители. И если у родителя была эта ситуация, то он тоже в интересах своего ребенка лучше бы, если бы сообщил об этом воспитателе. На что мы обращаем внимание. Для детей ясельного возраста это частые заболевания матери во время беременности, несоответствие до вашего ясельного возраста, возраст ребенка до полутора лет, токсикоз второй половины беременности у матери, асфиксия при рождении, ну и такие моменты, как низкий культурный образовательный уровень семьи или злоупотребление алкоголем и пап. Здесь это все влияет, как мы с вами понимаем, на состояние здоровья ребенка, соответственно, мы с вами обращаем на это внимание. Что же еще? Конфликтные отношения между родителями, как многие говорят, что он маленький, он ничего не понимает. Нет, мы все понимаем, что ребенок контактирует с родителями на эмоциональном уровне. И если мама и папа наколены до предела, от них чуть ли не разряды электричества идут, естественно, ребенок будет это чувствовать. Также отставание ребенка в нервном психическом развитии, раннее искусственное вскармливание, это тоже может влиять рахит второй-третьей степени, наличие хронических заболеваний, масса тела при рождении менее 2,5 килограмма или более 4 килограмм, и низкий уровень гемоглобина, когда у нас гемоглобин падает меньше уровня нормы. Это тоже будет очень влиять на состояние нашего ребенка. Но это факторы, на которые я уже тоже сказала. Сейчас, минутку. На что же мы с вами обращаем внимание? Это эмоциональное состояние ребенка при включении, коммуникабельность, дневной сон и аппетит. Если один из этих факторов нарушен, то мы должны помочь скорректировать поведение нашего ребенка. Это резюмируя то, о чем мы с вами поговорили. Я не буду повторять. Вы сейчас посмотрите на слайде, на что мы с вами обращаем внимание. Какие же причины и моменты мы с вами должны отследить для того, чтобы ребенок успешно социализировался. Как же необходимо помочь ребенку, что же мы с вами делаем как воспитатели, как педагоги по этапу. Мы в первую очередь обращаем внимание для формирования того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и уверенно. Мы знакомимся, сближаем детей между собой. Мы все понимаем, что придя в образовательные учреждения, дети здесь находятся не на 2 или 3 часа, а они находятся на довольно большой период времени вместе. Чаще всего это 2-3 года детского сада, либо 4 года начальной школы. Следующий момент это знакомство с воспитателями, установление открытых доверительных отношений с воспитателями или детьми. А также для нас необходимо познакомить детей с группой, классом или помещением, доступным для детей. Коридоры, всякие комнаты и так далее. У нас, я как сейчас помню, была так называемая темная комната, мы ее всегда боялись, там страшного ничего нет. Это была просто ниша, в которой не горел свет. И для нас это был всегда большой стресс. Также, как я уже сказала, познакомить детей с группой, классом, игровой, спальней и так далее, столовой, об этом и во всем должен знать ребенок. И ребенку не должно это приносить стресс или какие-то негативные эмоции. Также мы должны с вами познакомиться с педагогами и персоналом детского сада, либо же с тем персоналом в школе, в классе, с которым ребенку придется взаимодействовать. А также знакомство с детьми, допустим, старшей группы, подготовительной группы в школе или же со старшеклассниками. Дети, что старшеклассники, что младшие, очень любят такие совместные какие-то виды деятельности, совместные игры, совместные мероприятия. Для них особенно это момент взаимодействия, он для них важен и ценен. Поэтому обратите тоже на это внимание. Следующее, как я уже говорила, познакомить с окружающим помещением детского сада, персоналом мы можем в форме развивающих игр или сейчас такое модное название квестов. Здесь мы с вами можем подключить и родителей, и провести такую интересную игру. но здесь необходимо определенное выполнение четких правил. Какие же это правила и вообще это правила такие для успешной адаптации ребенка, когда мы включаем его в семью. Первое, самое важное, это добровольное участие ребенка мы не заставляем. Мы можем на этот момент ребенку, даже если он не хочет включаться в игру, предложить в сторонке побыть и потом сказать, что ты в любой момент можешь включиться в нашу игру. Обычно дети включаются. Также взрослые у нас непосредственные участники игры, они не стоят в стороне, они включаются и играют вместе с нами. Также многократное повторение игр, которые являются необходимым условием. То есть для того, чтобы дети запомнили эту информацию, мы повторяем ту или иную игру. Также наглядный материал это определенные игрушки, предметы. И этот наглядный материал мы не ну как он у нас должен быть таким интересным, как бы заинтересовывать детей не в постоянном доступе, что а это должно быть что-то новое. Наглядный материал в момент игр, опять же я говорю. И взрослый не должен оценивать действия ребенка типа неправильно неверно мы не используем. У нас здесь нет правильно и неправильно в момент игры, которая знакомит нас с детским садом. Игры у нас могут быть обучающие, познавательные и проектные, но это отдельно по играм есть момент. и какие задачи адаптационных игр. Это знакомство детей и родителей с жизнью дошкольного учреждения, выработка адаптационного стиля поведения, расширение опыта общения, формирование стойкого интереса к общению со взрослыми и детьми, устранение беспокойства боязливости и неизвестности, обучение взрослых оптимальным моделям взаимодействия с ребенком. Ну и хотелось бы родителям сказать такой момент, и это тоже вы как педагоги, как воспитатели должны проговаривать, что именно по моменту адаптации многим, наверное, всем детям есть единицы, очень мало детей, которым не важен телесный контакт, то есть обнимашки, так называемые, именно телесная поддержка, там где-то обнять, где-то подержать за руку, именно этот момент адаптации очень важно для детей. Также мы как педагоги и воспитатели говорим о том, что поддержка, поощрение, попытка к самостоятельности, здесь мы поддерживаем ребенка, также развиваем подражательную деятельность, если это маленькие дети, допустим, мы подражаем физически, здесь у нас мы говорим о том, что ребенок должен чувствовать себя комфортно и безопасно хотя бы пока, если он не чувствует себя в образовательном учреждении, если он чувствует себя комфортно и безопасно в своем обычном окружении, то естественно этот комфорт и безопасность он может перенести в новое образовательное учреждение. Но наше время подходит к концу. Юля, попробуйте еще раз, ссылки нет, я файлы скачивала с компьютера. Если есть какие-то вопросы, буквально одну минутку, попробуйте скачать, если есть вопросы, сейчас отвлеклась, задавайте их, я с удовольствием на них отвечу. Юля, попробуйте, Татьяна Викторовна написала, как это сделать, потому что у всех не получается скачать, напишите, пожалуйста, скачали или нет. И мы будем завершать наш вебинар, насколько я вижу. Татьяна Викторовна сказала, как скачать и презентацию, и дополнительные материалы. Обычно проблем не возникает. Получается, что это не с нашей стороны. Все, спасибо, можно не писать, если скачивается у нескольких человек, значит, это не с нашей стороны проблема. Юля, попробуйте еще раз посоветовать Татьяну Викторовну скачать. Ну, насколько я вижу, вопросов нет. Спасибо большое за внимание. Надеюсь и дополнительные материалы, и ту информацию, которую я сегодня дала вам, была интересна и полезна. Буду ждать вас на других и своих вебинарах, и на вебинарах Директ Академии. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.